Девушки отдыхают Но у меня обмен веществ быстрее У нее эффект проявится через пару дней Так что ты решил-то? Лучше попытаться, чем сидеть сложа руки Нравишься ты мне, ведьмак Вот, возьми маленький подарочек За то, что тебе не все равно Пошла Есть кто? Наверное, на охоту ушел Следы свежие Мыслов только что вышел Ты мыслов? Тш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- Такие собаки убивают для забавы. Совсем как люди? Да. Многому они от нас научились. Так почему бы и не жестокости? Я собираюсь на охоту. Где-то нашел нильбеарцев, которых убил Грифон. А, понял. Вы ведьмак, убийца-чудович. Это о вас в деревне говорят? Ага. Я вам покажу дорогу, конечно, но... Собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что, ступайте осторожнее. Давно у вас неприятности с этими псами. С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы. Корову на мясо. А дворнягу? Разве что пнут походя. То избивают эти шавки в стаи. Голодный, исхудавший, все в струпьях. А подыхать поздно. Они уже на кого-то напали. КОНЕЦ КОНЕЦ ДИТЕР 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 Я выродок. Простите, не хочу я об этом говорить. Я тоже выродок. Да, но другого рода. Если это ликантропия, я могу помочь. Что? Ликантропия, волкалачество. Я уже помогал в таких делах. Обычно это простые проклятия, которые... Сын помещика Флориан и я любили друг друга. Дитер застал нас на конюшнях. Меня выгнали, а Флориан повесился. Барин начал пить, имение пришло в упадок. Вот и вся история. Мне очень жаль. Ах, что было, то прошло. Мы шли Нильфгардцев смотреть. Пойдем. Ты знаешь что-нибудь об этом Грифоне? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу. Так что даже Грифон не приметен. Это здесь. Один лежал там, у пенька. Без головы. Второй висел на ветке. Кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Я справлюсь. Это не первый Грифон, с которым я имею дело. И, вероятно, не последний. Хорошо, если так. Будьте здоровы. Нильфгардцы здесь что-то отмечали. Но Грифон их прервал. Земля черная от запекшейся крови. Лагерь. Следы давнишние. Они глубже. Солдаты в доспехах. Наверное, не льфгардцы. Гнездо Грифона. Точнее, то, что у него осталось. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда Грифон его сюда принес. И долго умирал. Кости. Корови, собачьи. Человеческие. Останки за несколько месяцев. Сожгли. Это мог сделать только человек. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй Грифон самец. Глубокие колотые раны по всему телу. Она, как тях и клюви, не следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Края клюва стерты в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифона находит пару в молодости. Значит, самец примерно того же возраста. Жесткая кость. Густое оперение. Королевский Грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нельфгарцев здесь, в лесу. А потом начал рыскать по всей округе. Я сделал все, что мог. Ра возвращаться к Весемиру. Давай. Добрый человек. А вон то поле, по другой стороне реки, оно чье? У леса-то? Боин из Кремкова. Хороший он мужик, сударь его. Поскольку он не... Да-да. А этот боин не решит вдруг на урожай свой посмотреть? Да с чего бы. Даже от него еще далеко. Да? Что такое? У меня две новости. Хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан нельфгардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну, рассказывай, что ты узнал? Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну, как успехи? Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисьем бару. Нельфгардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Ну, хорошо, все готово. Дай только знать, и примемся за работу. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там и увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 начинаем ветер сейчас хороший разнесет запах приманки на всю округу теперь остается только ждать пойдем-ка в тенек между березами слушай что ты будешь делать когда мы найдем я нефер тебя есть какой-нибудь контракт на примете нет я еду в каэр морхен рановато для зимовки да да снег еще далеко и это меня беспокоит похоже на востоке не лифгард уже перешел понтер значит они в неделю пути от каэр морхена если они попадут в долину прежде чем снег закроет перевалы надо уничтожить все следы спрятать наши тропинки а что до зимовки ты приедешь в этом году может быть и и возможно не один он где-то рядом пойдем здороваемся погоди возника арбалет выиграл его в карты пока тебя дожидался вдруг пригодится ну вот пожалуйста мне с ребятами читал морали а сам то игрок ну хватит разговоров надо грифоном заниматься а 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 mechanism а 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 Не упускай его! Не упускай его! Не упускай его! Не упускай его! Неплохо! Неплохо! Но еще есть над чем поработать. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак, иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в Карчме. КОНЕЦ КОНЕЦ Медальон дрожит. Это место силы. КОНЕЦ 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 ЧЕВА ВИЖУ ВИЖУ КОНЕЦ КОНЕЦ Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. НИЧЕГО я не изображал. Я протянул этим людям руку, а они ее оттолкнули. Может потому, что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну что? Не был бы на твоем месте. ГОВОРИ ЗАЧЕМ ПРИШЕЛ Я выполнил уговор, теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Ну а! Ну а! Но здесь вот мама Nachtёшка! « neuronая, когда меня voice кое-какивает трейдинг, то она расстрелила решение». Привет! Ни хоть, кто-то Chris! Я занималась. Ни хердинг, то, что океану bought цифру, то она ееznaет. Опять! Поехали! Кто блин! Хорошо, что должен быть красивым. Но! Латва не так быстро! Шевелись, плотва! Хорошо, что случилось. Продолжение следует... О, ну, багетти! Девушки отдыхают 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 Не мы это начали. Сплошные отговорки. Ты как всегда. Йеннифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом Саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нельфгардского эскорта. Йеннифер, не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но вы зиме. Седлайте коней. Последние шесть месяцев я провел в Седле, я не видел тебя два года. Давай не будем торопиться и... К сожалению, это невозможно. Кое-кто ждет тебя, Геральт. Тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась. Хотя могла бы. Должно быть, ты получила чертовски хорошее предложение. На свете мало вещей, ради которых ты пожертвуешь независимостью. И еще меньше людей. Чем быстрее мы отправимся, тем быстрее ты все узнаешь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что Император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен. Помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Как и всеUN fotos James? Ага. Этот укажет мне его вунк 알려là. Мне кажется, Senator не забрался. Знаешь, ты мне недавно снилась. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала, а потом... Что? Горкен! 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 Поговорим об этом завтра. Хорошо. После аудиенции. В поисках Йеннифер своей давней любви Геральт очутился в окрестностях деревни Белый сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хм, пожалуй, достаточно. Думаешь, императору важна, не слишком ли длинные у меня уши? Минстивый государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот биржан. Куда? На этот стул. Хладвин, прошу побрить его милость. Виски на пол дюйма. Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Нильфгарде борода не приветствуется. Особенно если в ней завелись вши. Я долго был в дороге. Неважно. Делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. А также ответить на несколько вопросов. Ваше превосходительство. Не знаю, подходящий ли сейчас момент. Трудно найти более подходящий. Люди становятся необычайно искренними, когда чувствуют бритву на горле. Морврон Воркис. Командующий дивизией Альба. Прежде чем ты предстанешь перед Императором, Ведьмак, я хотел бы проверить некоторые сведения. Это лишь необходимая формальность. Разумеется. Бумаги должны быть в порядке. Итак, Геральт из Ривии. Место рождения неизвестно, родители неизвестны, возраст неизвестен. Но это все несущественно. Перейдем к последним событиям. Осада замка Лавалетов. Судьба командующего обороны некоего Ариана. Мы сражались по разные стороны, это верно. Но встретились в одном подземелье. Ариан бежал. И при побеге поджег замок. А, так вот откуда пожар. Хм, наши осведомители предполагали, что он разгорелся из-за дракона. Далее. Затем ты спрятался в очаровательном флотзаме и оттуда добрался до Вергена. Только вот как? Город считался отрезанным от остального мира. Я вырвался оттуда вместе с Вернаном Роше, командиром Синих Полосок и... Убийцы Нелюдей. Этот субъект нам известен, Ведьмак. Интересно, и ты заключаешь союзы. Что-то мне подсказывает, что самые интересные союзы у меня еще впереди. Ну, спрашивай дальше, пока у меня борода опять не отросла. Хм, если что, побреем еще раз. Затем. Бесславная встреча в Лок-Муине. Ты был там? И снова вмешивался в дела сильных мира сего? Поскольку сильные мира сего заточили Трис Миригольд, вы должны знать, что этот человек мне близок, а я привык помогать близким мне людям. Ты так и сделал. Теперь, благодаря тебе в распоряжении Родовида, целый капитул чародеев. Нильфгард не так давно начал войну, так что на твоем месте я бы не стал читать мораль. Ваша милость, сидите спокойно. Я уже заканчиваю. Да, мне трудно от этого удержаться. Ведь из того, что я знаю, вскоре после этого ты смотрел, как испорченный мегаскоп разрывает твою знакомую шалу де Тонсервиль на куски. Смотрел это, верно, и помог бежать. Из ловушки, которую ей приготовил ваш человек. Лето из гулеты, запиши. В бумагах все должно быть точно. Хм, ну что же. В интересах государства иногда приходится заключать непростые союзы. Даже с ведьмаками. Вы еще не расторгнули этот союз? Что с лето? Хм, я надеялся, ты ответишь мне на этот вопрос. Ах, вот как. Значит, лето от вас скрывается. Наверняка не без причины. Интересы государства изменились, так? Я не знаю, где он. А если б знал, то не сказал бы. Даже с бритвой на горле. Это, кажется, все. Еще подпись, подтверждающая, что ты говорил правду и только правду. Ложь карается заключением, либо смертной казнью, и так далее, и так далее. Здесь, и еще вот здесь. Если все процедуры выполнены, прошу ваше превосходительство покинуть комнату. Мы будем подбирать для его милости Геральта костюм. Это важное дело, но мы сумеем обойтись без помощи господина генерала. Жаль. Я бы мог что-нибудь посоветовать. Прощай, Геральт. И удачной аудиенции. У меня такое ощущение, будто меня готовят к свадьбе. В таком случае я предложил бы вашей милости сюртук, фрак или, возможно, смокинг. Сейчас же, вниманию вашей милости, осмелюсь представить вот эти одежды. А где моя одежда? Там, где ей давно следовало оказаться. У прачки. Вы получите ее после аудиенции. Чистой и накрахмаленной. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Продолжение следует... В талии узковато, но можно и так. Ваша милость, вы довольны костюмом? Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой юга и севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Ну, давай, убедимся. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Что ж, движением не достает плавности и грации, но от Нордлинга обычно ожидают меньшего. Прошу за мной. К императору ваша милость будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно его именуя. Ваше архивеликолепие. Я вижу вашу милость в настроении шутить. Боюсь, император может этого настроения не разделить. Достаточно, ваше величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Нэнте, мэрэдээтрэн. Им гриме айп аэрд херзэр, дэйтвин адэн инкарн айп морвуд, эмгир вар эмрейс. Поклон! Император. Арэйр аэп то орде. Эвэлен наман вагерн в аборт. Столько месяцев при дворе Фолькеста, а даже основ этикета не освоил. Ну, есть поговорка. Старого пса новым фокусом не научишь. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчай. Моя дочь Цирилла вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Ты уверен, Цири уехала очень далеко? Думаешь, я бы стал вызывать тебя сюда посреди войны, если бы это были досужие сплетни? Я думаю, что даже Император может ошибаться. Я и забыл, насколько ты бестаптен. У меня нет ни времени, ни особого желания тебя убеждать. Это сделает Йеннифер после аудиенции. Сколько людей в твоем войске? Двадцать тысяч тридцать? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Оставь свою щедрость для тех, у кого войска сожгли дом. Я сделаю это ради Цири, а не ради твоего золота. Мотивы меня не интересуют. Только результаты. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Мерит. Проводи его к чародейке. Ваша милость, вы меня не поняли. Я недостаточно явно подчеркнул, что перед императором надбежит склониться. Спокойно. Ничего не случилось. С вашей милостью ничего, это правда. А меня ждет кара. Какая? Прошу вашу милость держаться в рамках приличия и никого не задевать. Платят нарушение этикета на один день. Спокойно. Простите. Ты знаешь, с кем говоришь, солдат? Я Эривард Второй, князь Ландер. Я Аннея. Можно вас прервать? Чем прервать, лучше присоединяйся к разговору. Мы говорили о нейтралитете. О том, как трудно его сохранить. Я кое-что об этом знаю. Пояснишь? Вечно одно и то же. Я стараюсь держаться в стороне, а потом получаю срочное приглашение. И предложение, от которого нельзя отказаться. Ну, хватит об этом. Может, сменим тему? Я уже говорил с Императором. Угу. И зачем он тебя вызывал? То есть, даже ты не знаешь? Нет. Но догадываюсь, что речь идет об обычном ведьмачьем заказе. На бабайку. Бывай. До скорого. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. А чунил первого? Тогда записывай. На самом деле, власть в Новиграде осуществляют не купцы и не городские советники, а церковь Вечного Огня и преступники. Иногда одних трудно отличить от других. Всем им в равной степени свойственны беспринципность и цинизм. Прошу вас, помедленнее, ваше превосходительство. Я не успеваю. Знаешь что, я сам составлю рапорт, а ты потом перепишешь набило. В трёх копиях. Жаль, но у меня нет времени. Изволь не мешать. Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь. Жду не дождусь, когда смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И, может, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра. Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цель и правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Чтоб меня. Она и вправду выросла. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил её в Каэр Моргене. Многое изменилось. А вот ты – ничуть. Как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов. Но сейчас давай сосредоточимся на Цири. Имгыр говорил, что её преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашняя. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантия, геомантия и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам, охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придётся закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен её найти, Геральт, прежде чем это сделает Дикая Охота. Чего Дикая Охота может хотеть от Цили? Понятия не имею, Геральт. Я бы отправила им письмо с этим вопросом, но не знаю, куда писать. Мне известно не больше, чем тебе. Наверное, это имеет отношение к её крови, к её дару. А зачем он Дикая Охоте? Об этом я и думать не хочу. Так где именно видели Цили? В двух местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В Корчме на Распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И всё? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Миригольд. У неё, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошёл выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет. Это я была тебе не нужна. Вы из Трис замечательная пара. Йен, я потерял память. Правда, отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я ещё раз услышу «всё не так, как тебе кажется» или «теперь я понял, как тебя люблю», я за себя не ручаюсь. Девушки отдыхают. Думаешь? Может, обочью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Варатра. И Геральт. Я знаю, что кругом война, всё такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Я буду тебя ждать. Ненавижу порталы. Жаль, но у меня нет времени. Шрам отлично зажил. Ведьман, он же ведьмак. Чем могу служить Вашей милости? Отдай мои вещи. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье Вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Загер на тубер. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...